Большое спасибо, уважаемый председатель, уважаемые участники конференции. Разрешите мне вначале выразить искреннюю благодарность организаторам конференции и потом продолжить доклад свой. Тема моего доклада уже озвучивали. Если вы обратили внимание, то тема моего доклада не впадает в русло сегодняшних дискуссий наших. Мы в основном говорили о дерадикализации. Да, проблема дерадикализации, она очень актуальная. Но я думаю, что в связи с тем, что название, основная проблема нашей конференции названа «Ислам в мультикультурном мире», по-моему, я выбрал такую тему. Проблема с осуществлением культур в общем и в частности культур Запада и Востока, она не новая. Данная проблема появилась со времен формирования различных культур в мире. Однако, буквально в течение двух последних десятилетий, эта тема приобрела новое развитие. Этому развитию во многом способствовала публикация известной статьи американского политолога, профессора Гарвардского университета, небезызвестного господина Самуэла Хантингтона, «Столкновение цивилизаций». Я просто напомню основные основы гипотезы Хантингтона для того, чтобы продолжить свою мысль. Коротко. Первое. Согласно гипотезе Хантингтона, по окончанию эры Холодной войны, вместо традиционных идеологических, геополитических военных конфликтов, в международных отношениях будет занимать столкновение цивилизации, которые, как он предполагает, по своему масштабу и последствию, многократно произойдет все то, что было у нас. Второе. Основное столкновение межцивилизационной конфликты наиболее вероятно произойдет между западными и незападными цивилизациями, между мусульманами и немусульманами, между мусульманскими и немусульманскими странами. И что якобы по мнению господина Хантингтона, я просто цитирую его, «Ислам является единственной цивилизацией, которая ставила под сомнение выживание Запада». Конец цитата. Главным недостатком концепции столкновения цивилизации Хантингтона является, по-моему, мнение, то, что в ней исторические и фактические материали абсолютизированы. Автор, делая упор на культурный фактор прежних и нынешних конфликтов, переднамеренно упускает некоторые более существенные моменты их возникновения. Поэтому, как справедливо отмечают его многочисленные западные и восточные оппоненты, при внимательном и всесторонном рассмотрении, причине возникновения этих конфликтов становится ясным, что на деле в большинстве случаев источниками указанных конфликтов не является столкновение цивилизаций. История развития мировых цивилизаций свидетельствует о том, что различные культуры могут одновременно существовать и без столкновения, конфликта, без борьбы и без войны, о чем свидетельствует история прошлого и настоящего, в том числе Таджикистана и других стран. Археологические раскопки на территории современного Таджикистана, а также письменные источники показывают, что здесь в определенные периоды одновременно были распространены такие религии, как заарастризм, христианство, буддизм, ислам и так далее. А происходившие сооткновения между различными цивилизациями, которые имели место в истории человечества, например, крестовых походов, христиан против мусульман и так далее, носили все же временный характер, а не постоянный. Они были, скорее всего, исключением из общего правила процесса развития человеческого общества, а не самим правилом. Тому подтверждение многовековая история взаимоотношения между мусульманской и христианской цивилизацией. По словам известного русского исламоведа Петровского, вы знаете его, я просто цитирую его, одно предложение из его статьи, он пишет, что в 7 и 8 веках христиане пользовались большим вниманием в мусульманском обществе. В 7 и 8 веках в их руках находился значительная часть делопроизводства халифата и так далее. И таким образом такая же картина наблюдалась и при Аббаситах, и других, и других. Подобные примеры мырного существования ислама и христианства можно проследить и в последующие века, в средние века, в новое время, новейшее время и так далее. К примеру, может служить совместное участие и христиан, и мусульман во многих событиях, носивших национально-освободительную борьбу народов Ближнего Востока. Ну, как вы знаете, вы сами очень хорошо знаете, что в настоящее время в так называемые мусульманские страны живут более 5 миллионов христиан и так далее. Некоторая изоляция христианской общины в мусульманском мире, которая происходила под давлением крестовых походов и по мере усиления традиционалистических тенденций в мусульманском обществе в XII-XV веке, с оборудованием Османской империи с XV-XVI веков и так далее и тому подобное, иногда, к сожалению, приводили к религиозной вражде, к конфликту. Прежде всего, но эти конфликты, прежде всего, носили социально-политические, а не религиозные характеры. Как правило, в те времена принимали религиозную окраску и ни в коем образе не носили характер столкновения цивилизаций. Если по Самуэлю Хантингтону столкновение цивилизаций будет происходить там, где между ними существует линия разлома, то есть различия, то, как утверждают авторитетные специалисты по исламу и христианству, между исламом и христианством есть общее, больше общего, чем между ними и другими культурами. Например, между исламом и буддизмом, между исламом и конфутизмом. Наоборот, большее сходство наблюдается между исламом и христианством. По утверждению известного таджикского исламоведа Шерзода Абдулло Зода, я цитирую, «Проотворечия, которые существуют между исламом и другими монотеистическими религиями, являются очень незначительными». По основному вопросу богославия, тагид, ислам с христианской и мудейской религиями не имеют существенного различия, то есть все три религии являются монотеистическими. К тому же, ислам признает и почитает пророков Моисея, Иисуса, а также священные книги этих религий, Талмуда, Евангелия, как небесные книги. Можно очень много говорить, я сокращаю. К великому сожалению, вопреки этой исторической правде и логике развития человеческого общества, ряд современных политологов и политиков, особенно в этом усердствуют западные авторы. За два последних десятилетия все чаще стали говорить о возрастающем угрозе ислама западному миру. В их числе, конечно, не безответственный автор идеи и столкновения цивилизаций, господин Хантингтон, который объявил ислам как радикальную религию и констатировал в этой статье и книге своей, что границы ислама являются кровавыми. Хорошо, но не будем из этого сказать, мы знаем уже, в чем состоит суд концепции Хантингтона, но из российских авторов тоже иногда появляются люди, ну, наподобие некий Малишев. Во всей услышании заявляет и пишет якобы, я цитирую его, «Исламский мир якобы открытий и очевидный враг всей западной системы». Конец цитаты. Вот западных исследователей и политиков беспокоили процессы национального самосознания и самоидентификации, которые начинались именно в это время, но никак не связаны с исламом. Обычно западные политологи и политики в подтверждении своего тизиса об угрозе ислама селаются на известные конфликты мусульман и христиан в Боснии и Герцеговине, на Горном Карабахе, Ливане, Чечне, Палестине, Кашмире, Циньдзяне, а также на события, происходящие в Таджикистане в 90-х годах и на войну с Ираком, но теперь в Сирии. Однако конкретный анализ каждого из названных конфликтов показывает, что они все без исключения произошли не из столкновения цивилизаций, различных цивилизаций, а из геополитических интересов противоположных сторон. Кто замешан в этом? Опасность тезиса о фатальной неизбежностной столкновении между исламом и западной цивилизацией заключается в том, что, во-первых, подталкивает сторон к конфликту, а во-вторых, стимулирует радикализацию исламского мира, что крайне нежелательно. Это лишний раз убедительно доказывает, что Запад все еще не имеет четкой, продуманной позиции в отношении мусульманского мира и ислама. Нам необходимо отличать ислам, как религию и цивилизацию, от исламополитического и политизированного, которые используют в своих корыстных и конъюнктурных целях, те или иные политические сили. Я на этом заканчиваю. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Да, только коротко, пожалуйста. Комментарий и вопрос. Комментарий. Теорию Хантинса опровергает и крымский опыт сосуществования трех аврамических религий. И исторически до нас дошли, сейчас мы свидетели, видим и знаем архитектурный комплекс Старого Бахчисарая, Старого Кезлева Евпатории и Старого Симферополя, когда на одной небольшой территории, очень близко друг к другу, расположены культовые здания трех конфессий, представленных в Крыму. Ислама, православие и иудаизма. А вопрос заключается в том, скажите, пожалуйста, общеизвестно, что в Таджикистане очень четко выделена региональная составляющая Северная Таджикистан, Южная Таджикистан, плюс ко всему влияние, деструктивное влияние Юга Таджикистана на Северную, на Хаджинскую область. Скажите, пожалуйста, как сейчас дело обстоит и какие меры преодолеваются для преодоления регионализма в Таджикистане? Спасибо. Большое спасибо. Хотя вопрос непосредственно не касается моего доклада. Но раз вы задали, в Таджикистане, слава богу, сейчас хорошо с этой точки зрения. Дело в том, что и юг, и север сейчас, если были раньше разъединены, не было географического соединения, то сейчас туннели. Построены, дороги построены. Раньше, если я из севера Таджикистана, из Финджикента, рядом с Амаркандом, я должен, чтобы родителей увидеть, я должен был через Узбекистан поехать и к своим родителям, например. А сейчас у нас и туннели, туннел Анзовский, туннел Шахританский, дороги построены в севере и юг из. Но вопрос остается, к сожалению. Вопрос остается, это беда не только таджиков в Таджикистане, это беда народов Афганистана, тоже они разделяют на север на это, Корея разделяет на север на это и так далее. Это беда многих восточных народов, к сожалению. Так что, когда в Крыму появятся хорошие, качественные дороги, у вас все будет тоже хорошо. Давайте ближе к теме, пожалуйста. И поскольку традиционно для нашего форума участие бундарисов, то слово предоставляется Шахивалиеву Рустаму Хазрету, ректору Медресе Ак-Мечеть, набережная Челнная Республика Татарстана. И тема его доклада опыт набережная Челненского Медресе Ак-Мечеть, где радикализация молодежи. Уважаемые делегаты конференции, мир вам, милый саллах и его нескончаемых благ. В 90-е годы прошлого столетия были годами изменений существующего строя, идеологии, уклада жизни и преобразования всего имеющегося за 70-летнего существования советской власти. Если эти годы в России несли с собой изменения коммунистической идеологии, то в регионах они сопровождались пробуждениями национальных и религиозных чувств и несли с собой еще и националистическую и религиозную радикализацию всего народа, особенно молодежь. Идейным руководителем националистического радикализма молодежи была организация Азатлат под общим руководством Татарского общественного центра. А как религиозного радикализма были импортированы, извини, организации, как Таиба, Хайатул и Гаса и другие. Радикализм нельзя рассматривать сугубо исламским. Он относится ко всем религиям и политическим течениям и нельзя игнорировать им, считая его лишь идейного теоретического обоснования политического действия. Сужая радикализм рамками ислама можно только усилить его, а это в свою очередь может привести к исламскому экстремизму, которые наблюдались на Кавказе, Москве и в некоторых регионах России, в том числе и в Татарстане. Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить мир в регионах и в целом государстве. В эти буйные, неспокойные 90-е годы пробуждалась духовная самосознательность. В Казани, Наберных, Щелнах, Уфи и других городах, где компактно проживали татары, организовались первые религиозные ущипные заведения – мусульманские мадресе. В эти мадресе были приглашены преподаватели из арабских стран, из Турции. Никто не проверял, с какой целью они приезжают к нам, к какой правовой школе они относятся. После атеистической, коммунистической идеологии для молодежи, которые только-только встали на путь ислама, они были чуть ли не самим пророком. В 1994 году я был назначен ректором в Наберных, Щелинске и мадресе «Юлдос» и работал на этой должности два ущипных года. В это время мадресе считался одним из престижных. Несмотря на то, что в мадресе преподаватели были из арабских стран, за время моего руководства шакирды не выезжали воевать в горячие точки и не занимались взрывами домов и разных объектов. Тогда я уже в течение шести лет был, говоря современной терминологией, практикующим мусульманином, придерживающимся ханавицкой мадресе и имел твердое представление о правовых школах, поэтому смог контролировать ситуацию. В эти годы в нашем городе еще живы были аксакалы, получившие знания в дореволюционных мадресе, которые хорошо разбирались в религии. Для них иностранные преподаватели не были пророками, и они говорили, что то, чем приехали арабы, не соответствует нашему мазхаву, и это приведет к смуте. Время показало, что они были правы. Пока наши диды были живы, чуждые нам взгляды не смогли распространяться в таких масштабах, как сегодня. Работая директором, я видел, как иностранные преподаватели далеки от того, чего мы от них ожидали. Я требовал от них одно, но получил совершенно другое. Они финансировали мадресе, и поэтому хотели работать по-своему. Не понимая ничего в религии, татарский общественный центр поддержал их, и мне пришлось уйти. И, освободившись от меня, мадресе Елдос полностью перешел в руки арабских миссионеров, и уже потом он прославился на всю страну. Оттуда уехали воевать в Чехню, взрывать Москву, газопровод Кукмары и так далее. Разочаровавшись всего этого, я совсем хотел уйти из религиозной работы. Хотел остаться простым мусульманом и инженером-технологом на Камазе, но Аллах распорядился иначе. В том же году, то есть в 1996 году, я стал имам Хатыбом и мечети и директором женского мадреса Танзиля. В это время только в наберных челнах было пять лицензированных мадреса. По пристельности мы занимали последнее место, ведь в других мадресах преподавали турецкие и арабские преподаватели. К этому времени я уже знал иностранных преподавателей, каждого и в них не видел ничего благого для моего народа. С другой стороны, они были хорошими людьми. Несмотря на все это, то есть на свое незавидное положение, я довольствовался своим последним местом по признатирности учебного заведения и потихоньку начал навести порядок в учебном процессе, привлекал советских ученых, профессоров, докторов и кандидатов в наук с Набирно-Челнинского государственного педагогического университета, Набирно-Челнинского института Казанско-Приборского федерального университета и других вузов города. Начал комплектовать преподавательский коллектив из своих соотечественников. После печальных событий, произошедших с выпускниками Медресе-Юлдос, их преобразовывали в женскую, а нас в мужскую и переименовали на Ак-Мехин. Если в Медресе-Юлдос финансированием занималась арабская сторона, то здесь до моего прихода бывший имам Хатыб дал на аренду почти все задания частным предпринимателям и арендная плата покрыла все расходы. И здесь уже свои условия диктовали они. Я от таких методов финансирования отказался и начал обучать своих этнических татар, а их пожертвования были финансированы Медресе. У нас религия отделена от государства. По-моему, она должна быть отделена и от всех ИПА, ЩЕПА и так далее. В первую очередь по финансированию. Хотим этого или нет, поговорка у кого деньги, тот заказывает музыку, в любых обстоятельствах иметь силу. У нас теперь музыку заказываем мы сами и за свои действия отвечаем сами и посторонних заказов не принимаем. Мы открыли вечернюю и заочную форму обучения. Смогли собрать большинство горожан в воскресной школе. На сегодняшний день в Медресе обучается всего 256 студентов, а в воскресной школе в 78 группах 1200 человек нашего города. Медресе имеет актовый зал на 170 человек, студию, свой канал в Ютубе. Мы ведем онлайн-передачи от пятничных проповедей, снимали короткометральные фильмы о мечте Медреса Кмешт и об истории татарских духовных учебных заведениях и деятельности витных мусульманских ученых Юго-Восточного Татарстана 18-го и начала 21-го веков. Были организованы и посвящены семейным ценностям круглые столы, как идеальный муж, идеальная жена, роль женщины в семье и так далее. Были представлены театрализованные исторические кулинарные шоу «Ханский стол», «Мудрые ханбики». Проводим детские конкурсы по рисованию, спортивные соревнования для молодежи города. Все это можно увидеть в нашем сайте и Ютубе. В прошлом году мы открыли музей «История татарского мусульманского просвещения», который посвящается дореволюционным Медресе Юго-Востока Татарстана, преподавателям, преподаваемым учебным пособиям и образовательной деятельности этих Медресе. Ученики и студенты вузов нашего города – постоянные наши гости. Мы четыре раза проводили научно-практические конференции на тему «Роль ислама в стабилизации социальных процессов». Из них два последние были международными. В конференции, которая проходила 18 марта этого года, присутствовали религиозные и светские ученые из шести стран мира и пяти городов России. Из них 13 профессоров, докторов наук, 27 кандидатов наук. Из материалов конференции мы выпустили объемные сборники. Последний из них был включен в РИНС и сегодня им может пользоваться любой интересующий человек нашей планеты. В марте этого года собираемся проводить третью международную научно-практическую конференцию «Иншаллах». В прошлом году наше Медресе окончило 52 студента. В Мещетях города Набирина-Челны и в близлежащих районах воскресных школах в основном преподают наши преподаватели. Если когда-то я довольствовался своим последним местом по престижности учебного заведения, даже в пределах города Набирина-Челны, то сегодня наше Медресе считается уже одним из ведущих религиозных учебных заведений в России. Итогом нашей работы является то, что из-за правильной политики, проведенной коллективом Медресе, сегодня город Набирина-Челны спокойный. А ведь, как я в начале своего выступления говорил, когда-то город кипел, и оттуда шли кадры во все горячие точки планеты. Я не скажу, что у нас сегодня никаких проблем нет, но сегодня Набирина-Челны далеко уже не город 90-х годов. Успокоиться, наверное, рано, если ранее список террористических организаций, оказывающих влияние на радикализацию молодежи, уже ограничивался несколькими группировками, как Таблик, Хизбут-Тахрир и Марат-Кавказ, то сейчас этот список может быть пополнен еще большим количеством группировок, строящихся на идеях ИГИЛ. Все эти террористические организации делают ставку преимущественно на работу в молодежной среде, где подрастающим поколениям унушают ложные идеи вооруженного джихада против действующей власти. Сейчас время интернета, и интернет надо заставить работать на нас, иначе он будет работать против нас. Мы должны противопоставить ложным представлениям обе славы правильное, неискаженное представление, как оно было неспособлено нашему любимому пророку. Радикализм, как течение против традиции и жизненного устоя, исходит из неправильного понимания, неправильного преподносения другим и неправильного использования религии. Поэтому призывом к исламу должны заниматься самые мусульмане, а не исламовиды или структурные единицы, которые не являются практикующими мусульманами. Исламом нельзя управлять, как управляются политические партии. Это приводит к обострению отношений между людьми и появлению терроризма. Мы своей работой доказали, что ислам действительно религия мира и добра. То, о чем я говорил о своей работе, это лишь видимая сейчас айсберга. О подводной части, судой, разборке с разными течениями, кропотливая работа в мечети и мадресе с утра до ночи, в моем случае это в течение 25 лет. Здесь нет такого понятия, как авось пройдет. Всевышний Аллах в священном Коране говорит, в религии нет принуждения. Мы никого не должны принуждать, а достичь своей цели своим личным примером и убеждением, как это делал наш пророк Мухаммад, да благословите его Аллах и приветствует. Религия должна быть свободна от политики. С первых дней работы я поставил перед собой цель, чтобы в мечеть мадресе не допустить политику. Мы ни разу не выходили на митинги, демонстрации, ни разу не участвовали в мероприятиях, организованных той или иной организацией. На сегодняшний день в наберных чернах религия не политизировалась, и поэтому обстановка спокойная. У нас свои мероприятия, лекции и проповеди, где мы основное время уделяем на нравственное воспитание и веротерпимости, потому что одним из основных причин распространения радикализма является отсутствие у людей нравственности и веротерпимости. У нас воскресная школа не ограничивается одним-двух-трехгодичными курсами. Если человек пришел в мечеть, мы стараемся его не отпускать. Человек, отучившись в мечети два, год-два, а потом бросивший учебу, становится легкой добычей для разных сект и течений. Человек, побывав в мечети, должен покинуть его стены, будучи спокойным, удовлетворенным и желанием еще раз прийти обратно. Мещеть должен быть не только местом поклонения, а также местом воспитания людей. Мы религиозные обряды проводим не в мечети, а в домах, потому что дома, где все члены семьи присутствуют, в нашей проповеди служат все члены семьи. И это укрепляет семью, положительно влияет на воспитание детей. В крепкой, воспитанной семье никогда не вырастают дети террористами. Зерно радикализма сажается дома. Потом, только попадая в руки разных организаций и интернета, он вырастает до нужной степени. Я в своем выступлении хотел объяснить причины возникновения радикализма, о профилактике и возможности борьбы с ним на примере мечети Медресе-Ак-Мещеть. Мы же смогли в Набережных Челнах изменить ситуацию, которая вначале казалась невозможной. Значит, можно повернуть ситуацию в положительную сторону. Наш опыт, наверное, все-таки заслуживает внимания. Спасибо за внимание. И действительно, зная ситуацию в Набережных Челнах на протяжении лет 20, ситуация была очень тяжелая. Это 2000 год, это когда заходишь и непонятно даже, что хуже, когда молодые девушки, это будущие матери, притом зачастую это одновременно и будущие воспитательницы детских садов и учительницы начальной школы, говорят, какой Резафа Хридин, какие татарские традиции. Вот Саудовская Аравия – это райджанат, а у нас, так сказать, гиена джаханам. Вопросы? Можно задать вопрос? Да, кратко только. Хатрад, скажите, пожалуйста, сарамайком, во-первых. Как вы работаете с ребятами, которые освобождаются, которые принимают ислам, там у вас работает поставлено? Как всеми работаем, как обычно, мы не делим. Мы работаем с инвалидами тоже так же, как обычно, потому что они, если на них отдельное внимание, начинаешь уделять. Как бы, получается, отделить их? Они должны воспитываться в этом коллективе, в нашем, мусульманском. Они должны вливаться туда. Не так вот отдельно. Вот ты в тюрьме сидел, значит, тебе такое должно быть, нет. Мое мнение, не должно быть такого. С мечети там их, этот… Отдельного нет. Отдельного нет. Приходят ко всеми, как ко всеми этими. Ну, это у органов свои проблемы там. Как они, этот… А в мечети у всем одинаковые требования и спрос одинаковый у всех, кто приходит. И к нам собирается вот не только, наверное, в Татарстане, наверное, тысячи человек, со всего Татарстана, наверное, столько нет. Я просто к чему говорю. СМИ с лишением свободы в основном ребята выходят, это те, которые там за экстремизм были осуждены, там, или немножко все равно в исправительных колониях, в общем, взять, если по России, у ребят немножко вот по отношению, допустим, к масхабам. У них там где-то там аминь, там кричат, или там руки поднимают. В этом направлении как работаете? С мечети есть у нас, к сожалению, такие плачевные моменты в районах, где там есть даже хазраты, выгоняют этих ребят с мечети. С ними вы, с такими как работаете? Хотелось бы услышать. Я, конечно, бывает, я выгоняю. Выгоняете? Выгоняю. Ну, тех, которые мне не подчиняются. Я им говорю, вот приходят, они говорят, вот я вам откровенно говорю. Мещеть приходят, говорят, это дом Аллаха. Я говорю, согласен, это дом Аллаха. Ну, в эту мечеть Аллах меня поставил. И вы должны подчиняться мне. Вы для чего приходите в мечеть? Спрашиваю, вопрос задаю. За имамом считать и подчиняться имаму. Так? Подчиняйтесь, приходите. У нас даже шииты ходят в мечеть. Нормально ходят, нормально. Я даже шиитов не выгоняю. Не то, что этот, ваховитов или кого-то там этих. Приходите нормально, нормально. Будете ходить, нормально ходите. Если не подчиняйтесь, не приходите. Значит, вы, у вас сель другая. Хазрат, еще вопрос. Я вам еще раз скажу. Вот они когда уходят, потом, у нас же есть другие мечети там. Ходят, ходят, потом приходят ко мне. Я говорю, а что пришел этот? А, Хазрат, говорит, устал там, говорит. У вас спокойно, говорит. У вас отдыхаю. Хазрат, еще вопрос. Помощь в чем заключается у вас? Какая помощь? Ну, ребята, которые приходят, помощь. Я сам занимаюсь реабилитацией бывших сужденных. Мы встречаем, трудоустраиваем. Только садака, только пожертвования. Ну, сейчас государство, для мадреса, конечно, государство плюс арбис. Немножко. Но там с одежды, с продуктами этими не помогаете, не поддерживаете, да? Нет, у нас нет, не поддерживаете. Мы мадреса держим. У нас мадреса немало расходов. Поэтому... Возможности нет, возможности нет. А потом, это вот, даже в 2000-е годы, наверное, даже если раньше, мы собирали, хотели собирать у людей старые одежды или там новые, чтобы и раздавать. Приходят, приносят, а никто не забирает. У татар нет такой прорис. Русские, они и приводят, и собирают, у русских нет такой. У татар такого нет. Поэтому после меня другие мечети пытались там этим делом заниматься. Тоже не получилось, тоже бросили. Ну, это где-то не в мечетях, наверное, в других местах, наверное, надо заниматься. Специально такие-то пункты должны быть, наверное, не мечети. Нет, мы занимаем, собираем. Нам как раз для нас мечеть их собирает. Ну, можно маленькую просьбу. У нас задаются вопросы, и ничто не мешает вам. Все, все. Ладно, хорошо, спасибо. В конце концов, я замечу, ну, не две тысячи километров, а только звезда. Дарья Юрьевна, заключаю, но только скажу, всеми делами мы не можем заниматься. В одном мечети. Мы организовали это, как вот Дарья Юрьевна сказал, боролись против радикализма, всем этим занимались, но остальными нет. Как можем так занимаемся? Спасибо. И я еще раз повторяюсь, мы не можем, так сказать, обсудить здесь все. Мы собираем людей, обсуждаем проблему. Кашля может подойти кашляму, тем более, так сказать, все эти адреса, они открыты на самом деле. Да, и одним из соучредителей нашего мероприятия выступает Академия наук Татарстана. И слово предоставляется Патееву Ренату Фаиковичу, город Казань, Республика Татарстан, кандидат политических наук, директор Центра исламовических исследований Академии наук Республика Татарстан. Тема его доклада «Проблемы дерадикализации научные и практические аспекты». Единственное, ему и последующим ораторам, если это будет не 15, а минут 12, было бы хорошо, потому что хотелось бы выслушать всех. Пожалуйста. Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Я прежде хотел бы вернуться частично к теоретическим, таким концептуальным контекстам, которые в том или ином виде прозвучали. Мне показалось, за все наше время общения большинство докладчиков таким образом проецируют ситуацию, что у нас есть радикальные концепции, они влияют на определенную группу, и, собственно говоря, итогом мы имеем радикализацию. Хотя я скажу такую парадоксальную вещь, проводя исследования, в первую очередь глубинные, я прихожу все больше и больше к поводу, я уверен, что мы этот тезис обоснуем, что, как ни парадоксально, сначала происходит социальная радикализация людей, а потом уже начинается индектринация. Вот здесь у Ирины Викторовны этот тезис так частично прозвучал, и у Ильдара Шемильевича все-таки это нужно понимать, иначе мы весь вопрос, где радикализация, собственно говоря, не разберем и не поймем, как же нам идти этим путем. Конечно, безусловно, сегодня большое количество факторов, которые влияют на процессы радикализации, это и процессы урбанизации, связанные с распадом традиционного общества, связанных с миграцией, переездом из периферии в крупные урбанизированные города, где люди начинают ощущать себя не очень комфортно, не очень уютно, и в условиях разрыва традиционных связей им нужны некоторые компенсации. Большое количество людей втягивается в эти структуры радикальные, в том числе из неполных семей, и опять-таки криминологи это все точно отмечают, неполная семья, особенно для мальчиков, которые там еще и мама авторитарно вдруг воспитывают. Как ни парадоксально еще интернационализация семей, конечно, это положительный фактор, безусловно, но есть обратная сторона медали, дети из интернациональных семей очень часто имеют конфуз идентичности, и при этом конфуз идентичности необходимо некое экзистенциональное понимание, кто я такой, когда я вроде и не русский, не татарин и так далее, поэтому иногда другие идентичности становятся, я истинный мусульманин, который борется после всего вот этого ужаса и кошмара, который представлен в современном мире. Тем более, безусловно, что процессы глобализации, они все больше и больше ставят вопросы морально-этического характера, когда запрещают ношение хиджаба, но при этом разрешают однополые браки, легкие наркотики и прочее, независимо от того, как мы к этому будем относиться, большая часть людей традиционного из мусульманской культуры это не воспримет положительным образом. Хотя есть такой некий миф, что вот радикальный... Ну, он часто СМИ транслюется, что вот живет-живет человек, вдруг бабах, вот, значит, он кого-то встретил, попал под влияние идеологии и вдруг очутился в радикальной группе. Это достаточно большой миф и заблуждение, потому что при исследовании вот нашего контингента, это в основном люди, которые были осуждены, те, которые освободились, те, которые продолжают находиться в тюрьмах и в местах заключения. В общем-то, здесь вопросы следуют, значит, вы плохо копали и чего-то не поняли, потому что человек должен попасть в стрессовую ситуацию, прежде чем присоединиться к этой радикальной группе и проявить свои экстремистские и директористические наклонности. И там совершенно разный характер, может, там мама с папой развелись, там жена загуляла, там имущество не поделили, там, или как у нас, там, мама, там, вот, сын запил, сейчас я вот пойду, там, к соседу отведу, тут вот он на истинный путь его поставит. Вроде действительно, и пить перестал, да, но все закончилось вовлечение в террористическую группу. Поэтому здесь достаточно много всех этих вопросов, и здесь действительно стоит вопрос, а каким образом мы всему этому будем противодействовать, да, какого образа методологии, концепта, технологии применять. Конечно, сегодня очень много говорит об идейном противодействии идеологическом, и здесь уже об этом неоднократно было сказано, хотя я должен отметить, что когда мы поднимаем вопросы идеологического противодействия, в основном все сводится к концепции, нам нужно правильно проинтерпретировать вот джихад, что это такое, и такфир, и вот мы вроде как бы там в большинстве случаев всего, хотя на самом деле там целый вопрос теологического, блок теологического характера, допустим, вопрос трактовки современной джагилии, когда зачастую традиционно мусульманами современный мир интерпретируется как некая джагилия, общество, варварство, язычество и так далее. И вот вопрос, допустим, веры и раскаяния, имануэтабы, да, когда ты вот сидишь, человек, вот он засужден за уголовное преступление, причем он признает, да, я убивал людей, все, вот, а ты будешь за это в судный день отвечать? Ну, вы знаете, вот, есть же хадис, вот, что вот те, кто жил в эпоху джагилии, вот мы же практикующими стали, мы от этой джагилии ушли, мы теперь истинные мусульмане, я теперь праведный человек, это вы там, вы тут какой-то там джагиль свалились там с неба, задаете мне вопрос, а я истинный праведный человек, да, и когда чувствует такая морально-нравственная детерминация, да, при таком мировосприятии, миропонимании, это уже не идеология, это мировоззренческие вопросы, я уже не говорю там, допустим, о вопросах предопределения, да, потому что тагдиры, это один из самых сложнейших теологических вопросов ислама, на основе, собственно говоря, спора вокруг этой идеи, там возникли целые богословские школы, а там в примитивном итоге, да, говорит, вот вся твоя жизнь, да, вот так получилось у тебя, так это ж тагдир Аллаха, ты людей убил, да, так это ж тебя Аллах испытывал, это вот это провидение, да, ты нас встретил, так это же тагдир Аллаха, вот мы же теперь, вот, давай, вот бери автомат и вперед, или бери там и иди вперед убивай, это тоже тагдир Аллаха, поэтому вот в этом вопросе, конечно, ну, я честно признаюсь, мусульманское духовенство пока еще не до конца понимает целый ряд вот этих концептуальных, серьезных, теологических вопросов, их интерпретацию и так далее, я более того скажу, даже психология, вот мы тоже говорили о психологическом уровне и так далее, это все хорошо, это надо делать, но вопрос в том, что сегодня нет ни одной реально кандидатской диссертации по особенностям религиозного сознания мусульман, там, мусульман-неофитов и так далее, их просто нет, потому что никто не хочет там лезть, потому что это действительно очень сложные междисциплинарные исследования, которые там в том числе и вопросы теологии должны затрагивать. В этом отношении здесь большое количество, и все-таки даже при всем этом, если мы, допустим, воспитаем богословов, психологов, которые будут во всем этом разбираться, все это может оказаться совершенно бессмысленным и ненужным, если мы не поймем одного факта. Я вам уже упомянул, что все проблемы, как правило, начинаются в семье, да, и вот Алия Маратовна, наша сотрудница, она еще будет, наверное, об этом рассказывать. И, в принципе, вопрос дирадикализации, он также связан, в первую очередь, с определенными социальными технологиями и контекстами. Можно очень долго там вытащить человека из Джамата, идеологически его убедить, или он выйдет из тюрьмы, да, там уже решит стать на праведный путь, но если он в итоге не найдет того, что называется референтной группы, какой-то социальной, где он будет чувствовать поддержку, где он будет находить понимание, да, если этой группы не будет социальной, референтной, да, то все наши попытки, политико-идеологического, психологического и другого, они будут бессмысленны, потому что вот как у нас по тюрьмам уже случается, вот человек из тюрьмы возвращается, да, он там в сложной ситуации психологическое, стрессовое находится, он уходит, ему зачастую просто пойти некуда. И радикализация, вот это уже итог того, что он не может нормально ресоциализироваться уже на свободе, а не потому что он в тюрьме сидит. Зачастую это происходит именно так, и здесь, конечно, очень важен деятельность, во-первых, самих мусульманских общин, да, которые должны все эти вещи, в общем-то, понимать, и там участвовать просто в целых вот этих технологиях социального конструирования. И кроме того, конечно, некоммерческий сектор. Я должен сказать, что я понимаю сегодня права человека, там, защита, все это очень важно. Я даже разговариваю с представителем прохвативного блока, я это вижу, что они сами как бы... Но у нас зачастую деятельность некоммерческого сектора сводится к совершенно политизированным вещам. Понимаете, когда лучше вот выйти там, рассказать о том, какой кровавый режим, гыбня и так далее, написать какой-нибудь там толстенный бюллетень, отправить его в Брюссель и считать, что все дело сделано. К сожалению, это еще ничего не решает. А идти туда, работать с этими людьми, работать с этим контингентом, там, я понимаю, славы, жертвы режима ты не получишь, к сожалению. И здесь вот эти вопросы все-таки деполитизации некоммерческого сектора. И все-таки, когда мы не будем гражданскую активность путать с политическим, это тоже очень важно, потому что нужно заниматься реально делом, а не спекулировать на многих вопросах, которые имеют место быть, я никоим образом не говорю о том, что с правами человека у нас там все хорошо и замечательно. Но я думаю, все-таки работа некоммерческого сектора заключается в нескольких иных вопросах. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы. Тогда мы продолжаем. Так сказать, специалисты Центра исламовических исследований. Предоставляется слово Менгазовой Оливье Маратовне, кандидат в социологических наук, старший научный сотрудник Центра. Тема «Преемственность поколений в семье как фактор дирадикализации молодежи». Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня уже не раз было упомянуто о том, что семья очень важное значение имеет для дирадикализации в том числе. И вот мой аспект – это преемственность поколений в семье. Аспект исследования. Мы знаем, что извечные проблемы отцов и детей, преемственность и конфликт поколений определяют как позитивные, так и негативные проявления в социальной жизни, которые в конечном счете влияют на социальные самочувствия. Преемственность – это важная связь между прошлым, настоящим и будущим. И с помощью преемственности от старших поколений младшим передаются семейные традиции, культурное прошлое, социальные ценности. Если традиционные общества развивались постепенно, с замедленными темпами, опираясь в основном на опыт старших поколений, на принцип патерна «делай, как я», на тотальный контроль за поведением молодых со стороны общины, умы, соседей и расширенной семьи, то современная техногенная цивилизация не оставляет времени на усвоение, интернализацию семейных традиций, делая жизнь молодых во многом автономной, а их поведение анонимным, формируя социальную дистанцию между поколениями. Это мы видим, например, в том, что если ранее культура не делилась на взрослую и молодежную, например, независимо от возраста, все выполняли определенные ритуалы, обряды, песни одни и те же, слушали одну и музыку, то теперь у современных отцов и детей появились серьезные отличия в ценностных ориентациях, в моде, в способах коммуникации и даже в образе и стиле, и понимании смысла жизни в целом. Эти отличия у молодого поколения не появляются, как ранее, в качестве протеста старшим, а навязываются извне чужой семье средой, например, СМИ или интернетом. Молодые люди, сутками пользующиеся гаджетами, предпочитают коммуникации в социальных сетях больше, чем общение с родными, и обречены на ослабление или даже потерю и разрушение семейно-родственных связей. И важное значение в процессе социализации имеет передача молодому поколению семейных традиций, которые неразрывно связаны с этноконфессиональной спецификой каждой семьи. Мы анализировали эссе студентов технических специальностей КНИТУ-КАИ, в которых молодые люди описывали свое отношение к этническим традициям и религиозным обрядам. Результаты нашего исследования, конечно, не претендуют на репрезентативность, но все-таки определенные тенденции можно выявить в этой совокупности, тем более одни часть нашего общества. Студенты в целом не отделяют этнические и религиозные традиции и обряды. И в качестве семейных этнических традиций большинство студентов указывали празднование религиозных праздников в Курбан, Байрам, Ураза, Байрам, Гаид и мусульманских обрядов и обычаев, в Бабитуе, Исен-Кушу, Никах, чтение намаза бабушками, неупотребление свинины, раздача садака, проведение мачлицев в поминок через 3-7-40 дней после смерти. И среди наших респондентов, так же, в общем-то, как и в целом в РТ, можно проследить с несколькой тенденцией. Во-первых, молодежь перенимает религиозные традиции родителей, которые в разном объеме соблюдают религиозные традиции. Например, были такие высказывания. «В моей семье выполняются почти все национальные и религиозные обычаи, их довольно много. Все это позволяет знать, кто ты есть на самом деле. Или, к тому же, это весело и увлекательно. Или же отношусь с уважением и почтением, так как считаю, что это семейная традиция, и нужно ее соблюдать». Но вот можно предположить, что данная группа имеет определенный, назовем его, религиозный иммунитет, и в большинстве своем не последует за псевдоисламскими идеями, поскольку в их семье так не принято. Срабатывают механизмы преемственности поколений. Вторая тенденция. Молодые люди не разделяют традиции родителей. Здесь, например, были такие мысли у студентов. «Основная масса религиозных обрядов соблюдаются в семье, но у меня к ним совершенно равнодушное отношение». Или «не соблюдаю и не придерживаюсь каких-либо традиций, так как считаю, что они не были переданы родителями в той или иной мере, чтобы пользоваться ими». По нашему мнению, данная группа молодежи может находиться в группе риска в случае манипуляций и убеждений псевдо-религиозных идеологов, поскольку азы религиозности в них все же заложены родителями, а развивать ростки могут и посторонние лица. Третья тенденция. Молодежь не перенимает религиозные традиции родителей, поскольку таковых в семейных традициях не имеется. Например, студенты писали следующее. «Мать проявляет атеистические взгляды, но к обрядам относится толерантно, поэтому, когда мы попадаем в среду родственников, мы выполняем их для приличия». Данная группа, по нашему мнению, тоже может находиться в зоне риска, поскольку они представляют собой табула раса в религиозном отношении, и в них радикальные проповедники могут заложить любые идеи. И четвертая тенденция. Молодые люди принципиально не соблюдают этнические традиции. Например, писали, «не выделяя себя и свою национальность как-то по-особенному, это ничего не говорит о личных качествах человека». Данная группа относительно устойчива к влиянию любых религиозных идеологий, однако здесь тоже нельзя исключать возможность пересмотра нигилистских взглядов в случае эмоциональных, психологических потрясений человека. Другое наше исследование, которое мы проводим в рамках нашего центра, где мы изучаем семьи экстремистов и террористов, подтверждает то, что молодежь из семей с девиантным поведением, с девиантными отклонениями или не религиозные семьи, они как раз и предоставляют такую почву для развития радикальных идей. И в целом для сохранения стабильности общества, предотвращения радикализации молодого поколения, крайне необходимо найти новые каналы и способы ценностного, обычного, от слова «обычий» и идейного воздействия на него со стороны старшего поколения в условиях глобализации и информатизации общества. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Да. Да, кратко только. Извините, пожалуйста, в вашем анализе я не услышал такую категорию. В Татарстане же достаточно много смешанных этнических семей. Да, то есть русские татары, вот попадали ли они в вашу выборку? Если да, то какие взгляды в этих семьях, какое религиозное или нерелигиозное воспитание дают детям, и ваш прогноз устойчивы они или неустойчивы к вербовке? Да, конечно. Здесь проведен анализ лишь студентов татар. Естественно, в нашей выборке были и русские, и смешанные студенты от смешанных пар, и студенты других национальностей. Ну, вот то, что не вошло здесь в анализ. Действительно, семьи, где родители являются представителями разных национальностей, а, соответственно, и разных религиозных взглядов, чаще всего писали, что не определились. То есть они не относят себя ни к тому, ни к другому. То есть здесь надо и глубже, конечно, рассматривать, но мы пока рассматривали лишь татар. Но они себя атеистами позиционируют, да? Встречаются и те, кто называют себя атеистами, верят, что есть что-то свыше, наверху, но не определяют, кто это конкретно, да, не относят себя к какой-то конкретной религии. Дело в том, что я вот говорил больше по, ну, по исламской части, хотя на самом деле у нас были недавно, да, события, в том числе связаны с деятельностью неонацистских групп, да? И вот там тоже были, кстати, из смешанных татарских семей, да, люди с татарскими фамилиями. То есть вопрос о том, что есть социальная радикализация, есть люди с определенным психологическим складом, и выбор радиологии, это может состоять просто случайно, он может попасть как и в неонацистскую группу, да, так и в какую-то радикально-исламистскую группу. То есть это скорее вопрос там случайности или тех социальных связей, которые у него превалируют. Да, Ринат Фаикович, я думаю, что это тема для дальнейших исследований. И поскольку Ильдар Хазрат Боязитов не смог прийти, то мечеть Ердем представляет Абдул-Азиз Хазрат, извините, как фамилия? Да, Улетшин. Абдул-Азиз Хазрат Давлядшин, тема его доклада «Работа с мусульманами в местах лишения свободы». Пожалуйста. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ильдар Хазрат Боязитов выражает сожаление, что не смог присутствовать сегодня, и поэтому от его лица доклад зачитывать буду я. Тема сегодняшнего моего доклада «Особенности работы имама в сфере профилактики конфликтных ситуаций на религиозной почве при взаимодействии с верующими в условиях мест лишения свободы». Знаете, однажды, беседуя с одним социологом, он задал мне вопрос, «Абдул-Азиз Хазрат, а у тебя в трех поколениях выше есть хоть один человек, которого когда-то сажали в тюрьму?» Я сказал, «Нету». Он говорит, «Ты что, не местный?» Оказалось так, что по мнению этого социолога, что практически каждый гражданин Российской Федерации столкнулся с тем, что в трех его поколениях выше кто-нибудь досидел. Либо это кража, убийство, либо еще что-нибудь. Но когда-то он привлекался. Так немного, чтобы мы проснулись. На самом деле отпывают наказания в исправительных учреждениях Республики Татарстан больше 15,5 тысяч человек. Это огромная сумма. Это огромное число людей. Вместе с этим и увеличивается число мусульман, которые тоже туда и попали. Одно из последствий этого – формирование так называемых тюремных джаматов, которых мы знаем, есть и красные, есть и черные, а есть еще и третий джамат, его мусульмане называют, либо бородатые, либо еще как-нибудь. И, к сожалению, такие люди, они потом и портят, как сказать, статистику в нашей Республике. Итак, руководство УСИН открыто заявляет об этой проблеме. Увеличение их числа связано с ростом общего количества осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Подобные осужденные, попав в тюрьму, объединяются, приобретают вес и влияние. Так что многие осужденные охотно присоединяются к таким группировкам, к таким джаматам, получая тем самым защиту их. В результате нередко получается, что в тюрьму садится один экстремист, а выходит оттуда уже десять. Последователи этих людей. Вся эта статистика для чего? Мои уважаемые братья, что когда эти люди выйдут оттуда, и они будут ходить просто по улице Казани либо по любой другой улице Российской Федерации где-нибудь ночью, мимо будет проходить наш родственник, который, возможно, пострадает от рук этого человека. Это глобальная проблема, ее нужно решать. Я сейчас попытаюсь привести некоторые примеры, с которыми мы столкнулись в нашей практике, работая с заключенными. Первое. Кто же подвержен риску вступления в радикальные организации? Среди заключенных больше всего. Довольно часто по совершенно банальным причинам жертвами радикалов становятся именно молодые люди. Кстати, статистика, за последнее время в тюрьму попадают как раз-таки молодые люди возраста меньше 30 лет. Один пример. Осужденный, звать его Андрей Левин, отбывающий в настоящее время наказание в исправительной колонии номер 2, уже два раза возвращался за решетку. Сейчас сидит третий раз. А вообще он уже как бы три раза там сидит, то есть третий раз там сидит, попадает, ворует сотовые телефоны. Из своих 29 лет, 7 лет молодой человек провел за решеткой. Через год у него освобождение. А что там будет, Андрей пока не представляет. Дальше что будет происходить? То есть он уже три раза за одной тоже сидит, где вероятность, что он там четвертый раз не окажется. Кстати, у Андрея есть среднее специальное образование. Он окончил лицей по специальности оператор, междугородней и международной связи. Но фактически ни дня по профессии не проработал. Оказался невостребованным на рынке труда. К чему это все? У нас в зонах предусмотрена такая программа. Человек, который туда попадает, он может, пока отбывает срок, приобрести какую-то профессию. Кто-то газосварщиком, кто-то электриком, еще какие-то профессии. А некоторым даже 2-3 таких профессии получается освоить. Но выйдя из таких мест, придя в Казань, либо в какой-то другой город, ни один работодатель не очень-то торопится принять такого человека к себе на работу. Что вследствие вызывает агрессию таких людей? Он говорит, что такое? Я же за свое преступление перед государством долг отдал. Я же вину искупил. Так почему же каждый меня проверяет, я сидел или не сидел? Куда он пойдет, этот человек? Ему кушать-то надо? Он опять этот же телефон сворует и опять туда же сядет, где его будут кормить, и он получит четвертое свое образование в зоне. Выйдя, опять работу не найдет и опять туда же сядет. И вот такие же люди, эти молодые люди, они становятся недовольными социальной системой нашего государства. Абсолютно недовольны. И это очень легкая мишель для радикалов. Он говорит, слушай, ты знаешь, здесь все несправедливо. Он говорит, да, знаю. А ты хочешь со всеми этими людьми рассчитаться? Да, я хочу с ними рассчитаться. Он приведет ему пару нескольких цитат, вырвет из текста, и этот человек за пару дней может стать радикалом. И вот наша с вами ответственность, то есть мусульман, да, в частности, и других конфессий, заниматься с такими людьми, заниматься их адаптацией и ресоциализацией по выходу оттуда и пока они там же находятся. Какой вклад мусульманский мир вносит для решения этой проблемы, этого замкнутого круга? До недавнего времени у мафтиатов регионов России не было определенной концепции религиозной работы с осужденными. Первый шаг в данном направлении был сделан именно духовным управлением мусульман Республики Татарстан еще в 2011 году. Совместно с УФСИН по Республике Татарстан было подписано соглашение о сотрудничестве, после чего в структуре татарского муфтията на тот момент уже появилось три сотрудника. Три обученных имама, которые непосредственно работали с мусульманами, которые находятся под заключением. Для более плодотворной работы в направлении исправления осужденных проводятся на регулярной основе круглые столы для сотрудников спецслужб и представителей Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Также проходит обучение тех же имамов, которые работают с осужденными. В исправительных учреждениях Республики Татарстан находится более 500 мусульман, то есть те, которые посещают мечети. Вы же, наверное, понимаете, что человек, который пришел, ходит в мечеть, прям, как сказать, религия ислам, в кого вошла с молоком матери, этот человек навряд ли телефоны воровать будет. Там эти 500 человек сидят как раз-таки не за кражу телефонов, а за совсем другие свои грехи, так сказать. И эти люди, если с ними не работая, они станут большой проблемой для нас с вами, для нашего государства. Что делает духовное управление мусульман, чтобы решить эту проблему? То есть, мы постарались создать все условия, чтобы они исполняли свои религиозные обязанности. То есть, для этих мусульман практически в каждой колонии Республики Татарстан есть мечети, где они могут молиться и изучать религию. Но чувствуется нехватка работы духовенства в этих местах. Поэтому руководством Духовного управления мусульман в лице Ильдара Хазрата Байзитова принято решение, чтобы каждому исправительному учреждению должен быть приставлен свой имам, который будет проповедовать традиционные ценности нашей религии. Если мы сейчас не возьмем это под контроль, то верующие люди найдут другие источники, откуда могут возникнуть различные деструктивные течения. Все мы знаем, что если у человека есть какой-то вакуум, недостаток каких-то знаний, он все сделает, чтобы эти знания достать. Сейчас практически в каждой колонии, практически у каждого человека есть сотовый телефон, доступ к Гуглу, есть уйма... Продолжим. В частности, для де-радикализации осужденных имамы занимаются просветительской деятельностью. Ежегодно, кстати, к слову, ежегодно выделяется во время Курбан-Байрама для всех заключенных республики Татарстан продукты питания, вне зависимости от их веры или неверия. То есть на 15,5 тысяч осужденных выделяется более 5 тонн мяса в этот день. Плюс другие продукты питания, как мука, рис, гречка и овощи с фруктами. Также, как уже было сказано, имамы посещают на регулярной основе два раза в неделю колонии исправления наказания. Еще такой тоже немаловажный момент. Духовное управление мусульман работает не только зонами для взрослых, но и посещает интернаты для детей, осужденных с девиантным поведением. В одно из таких мест я хожу сам и столкнулся с таким случаем. То есть у меня группа есть, я первый раз к ним пришел и спрашиваю, тебя как звать, тебя как звать. Все Ринат, там такие татарские имена называют, я Дин Сид, а я Абдулла. А лицо у него, знаете, ну, православное. Я говорю, ты давно Абдулла стал? Он говорит, я своего папу не видел, но говорят, что он был мусульманин. Я спросил, какие у тебя цели в жизни? Он говорит, единственное, что я хочу, это отомстить всем тем, кто навредил мне там. То есть когда он был на свободе. Одну минуту, пожалуйста. работа с такими людьми, то есть в частности с этим подростком, она дала уже какие-то результаты. Этот парень осмыслил свои взгляды, которые были до этого, научился читать намаз, и у него теперь такое намерение по выходу оттуда немного поменять курс своей жизни. На этом мой доклад заканчивается. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok